еще раз здравствуйте дорогие друзья у меня к вам два вопроса один бытовой другой предметный с какого начнем такой вот человеческий или предметный человеческий вопрос простой скажите пожалуйста поднимите руку кого так как окиньте мысленно вашу жизнь ну хотя бы там не знаю может быть все может быть ближайший круг окружение временное кого хоть ну то чтобы что-то не устраивает а хотелось бы хотя бы что-то поменять вашей жизни и хорошо понятно почти у большинства кто-то пока стесняется но сейчас мы включимся в процесс а тогда вопрос второй хорошо скажите пожалуйста что перед вами она еще не появилась но сейчас появится все не быстро и так политическая карта ok что не отражено стран стран страны каким образом страны отражены границы есть еще крупные города столицы название стран территории отражены да и еще важная вещь например владение не знаю про греландия окрашена в цвета не знаете какой страны дании совершенно верно хорошо значит политическая карта теперь скажите пожалуйста поднимите руки те кто можно просто кивнуть а те кто в принципе вот если я сейчас ее закрою эту карту ну и она может не вы сможете представить снова ну хотя бы не в мелочах хотя бы глобально вот так ну самые крупные страны там очертания континентов кивнули понятно большинстве а тогда другой вопрос скажите пожалуйста кто считает что в принципе ну сейчас нет речи о карликового государства каких-нибудь там микровладениях в принципе представляет ее эту карту и считает что она правильно сову хитрый вопрос о правильно уточнить что значит правильно что она соответствует действительности почему потому что у нас земля круглая я понял вас не только земля не круглая круглые дураки отличники она шарообразная все таки вот а если быть точным геоид но разговор о том что все таки нет в этой проекции да вот она политическая карта обычно большом масштабом а понятно то есть какие-то обобщения какие-то даже на самом деле не так скажите просто поверите ли вы если я скажу что карта политическая это нормально карта политическая даже 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 с крыму кстати говоря все четко скажите пожалуйста уверены ли вы что нет другой политической карты которая бы тоже соответствовала действительности вот так вопрос хитро есть другая карта которая тоже какая карта более подробно ну здесь тоже достаточно подробно и здесь в принципе цифрами все отлично вот и запутал вас давайте распутываться вместе хорошо у вас на планшетах обратили внимание на другой вариант политкарты увидели до совершенно другой а и там что используя в качестве обозначения страны флаг скажите пожалуйста а какая из этих карт в вашем планшете или это более более информативно это окей хорошо скажите пожалуйста вот такая политическая карта вам знакома но это действительно политическая карта что не соответствует на ней границы что не так у кого очень острое зрение возможно уже легенды увидел давайте я вам помогу надеюсь что это у нас получится вот получилось какие страны присутствуют ничего не смущает япония почему какая япония японская империя большая дальше великий германский рейка скажите пожалуйста а это тоже политическая карта но откуда она альтернативный откуда совершенно верно возможно посмотрел сериал в прошлом году вышла вообще-то книга 62-го года замечательного американского фантастика филипп эти линии назывался человек в высоком замке другое исход второй мировой войной совершенно другая политическая карта как называется такой жанр литературе альтернативная история совершенно ребята также как реальные истории соответствует обычная география также альтернативная истории соответствие альтернативная география а скажите пожалуйста это все-таки τους область фантастики да большая частью у вас это говоря возможно этот роман вы не знаете, но на планшетах у вас есть еще один вариант, возможно, более вам знакомый. А что там? Оруэлл, да, от 1984. Поднимите руку, кто когда-нибудь слышал об этой книге. Окей, все, не все так плохо. Но, тем не менее, все-таки и карта Оруэлла, и карта Дика это все-таки все-таки такое из области фантастики. Примерно как перемещение во времени, хотя они, кстати, возможны, географы меня поймут. Или, допустим, Перпетум Мобили, и вот мечный двигатель именно так и назвал наш с вами сегодняшний разговор. Перпетум Мобили, или нет ли у вас другого глобуса? Знаете, это анекдот, когда человек приходит, говорит, я хотел бы в турагентство, я хотел бы куда-то отправить в путешествие, ему дают глобус, он долго его крутит, говорит, а у вас другого глобуса нет. Вот мы с вами сегодня выясним, может ли быть другой глобус, и каким он может быть. Тогда у меня вот только такой один вопрос, скажите, пожалуйста. Кстати, тоже карта из другого литературного произведения, ведь это же такая более греющее наше сознание, да, другая альтернативная история. Скажите, пожалуйста, изменение политической карты, главное свойство, и это изменчивость. Это процесс постоянный или периодический? Постоянный. Ну, в зависимости от того, где войны случаются. В зависимости от того, где войны. То есть вы считаете, что главный инструмент изменения политической карты – это война? Я правильно вас слышал? Ну, обычная, ну, страна какая-то заявляет о проблемах о владении по собственному. Хорошо. Итак, тем не менее, изменение происходит и на альтернативных картах, и на реальных картах мира, то есть процесс постоянный. Вот с этими процессами мы с вами сегодня пытаемся познакомиться. Совершенно верно, есть дипломатические совершенно пути. У вас на планшетах дополнение к этой карте, и отражен один участник суши, возможно, вам хорошо знакомый. И Сахалин. И Сахалин, и Курильские острова. Вы, наверное, поняли, почему я использую ее в качестве примера. Скажите, пожалуйста, какой цвет будет окрашен на политической карте юг Курильских островов? Цвет соответствующий какой стране? На России или на России. На России? О, возможно? Потому что Япония, она предлагает свою таланку и юг, а на России она отказывается. Итак, на нашей карте какой цвет мы его покрасим? Ваше мнение, как картографа. Все-таки это просто красиво. Так, значит, в цвет России. Кстати, вы знаете, да, что пять островов Курильских вы буквально на днях получили имена для этого безымянные. А что вызвало возмущение у Японии? Почему? На японской карте на ваших планшетах видно, как отмечены южные Курильские острова, где границы проходят? Ну, раньше не принадлежали. Правильно. И именно это будет отражено на третьей карте, отраженной на экране вашего планшета, на карте американской, где подписано, что the territory of Japan occupied by former Soviet Union and pretended by Japan. То есть оккупированная когда-то территория Японии и ей оспариваемая. То есть, смотрите, уже три политические карты могут быть совершенно разных, существующих в одно и то же время. А скажите, пожалуйста, а какого план, какого масштаба могут быть изменения? Хотя бы вот на политической карте. Какого масштаба? Версии. Ага, то есть вы все, вы меня опередили. Хорошо. Значит, ваш вариант, что глобального масштаба изменения это изменение распада Советского Союза. Скажите просто, а почему вы решили, что именно он? Что значит глобальное изменение? Перестройка государства... Стоп, 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 дайте кто-нибудь один. Если можно, привлеките все внимание, барышня, прошу вас. А помимо перестройка государства, то есть множество репрессий, а репрессии порождает глобальные изменения? Все-таки мы говорим о географическом масштабе глобальном, да? Давайте тогда более... Я сказал, что вы не правы, но чуть в другой плоскости. Прошу. Как мы понимаем, что глобально, глобально именно на территории мира, допустим, если мы говорим о становлении СССР, это явление, которое затрагивает огромные географические территории. Не просто огромные, здесь все проще. Она затрагивает несколько частей света. Прекрасно. Итак, вы выбрали в качестве варианта, собственно, Советский Союз. На ваших планшетах под карты СССР есть табличка. Нашли? Прокрутите, пожалуйста, вниз. Нет таблички? Так, в сторону. Есть. Нет таблички? Есть. Должна быть. Должна быть. Аккуратненько впечатайте, соответственно, типы изменений, и первый вариант изменений у нас будет глобальный. Глобальные изменения. Получается? Ничего страшного, движемся дальше. Хорошо, следующий вариант тогда. Вы уже догадались, следующий вариант изменений будет? Если глобальные затрагивают две части света, то следующий вариант – это региональные изменения. Ваш вариант. Давайте мы сделаем так. Мы проголосуем. Кто за первый? Поднимите, пожалуйста, руку. Ага. Надо подумать. Очень ценное наблюдение. Давайте так. Кто за первый вариант? Кто за второй? Кто за третий? Кто за четвертый? Нет, это третий, это четвертый. Так. У нас были варианты. Значит, первый отпал, понятно, да? Потому что это распад СССР. Каталония еще не отделилась изменений, еще не произошло. Османская империя, это какого масштаба? Она была расположена и в Европе, и в Азии. Значит, глобального остается объединенная Германия. Совершенно верно. Хотя, кстати говоря, например, вот скажем, сделайте такое же движение на своих планшетах, у вас будет более масштабная карта. Региональный, вот мы называем Германию региональным изменением, потому что она затрагивает Европу. Но, допустим, политологи бы нам сказали, или социологи сказали бы, что нет, это глобальные изменения, потому что эта граница условная между когда-то социалистическим миром и капиталистическим, то для них, то есть для них эта граница будет, и изменение будет глобальным, да? Но мы с вами говорим о чем сейчас? Все-таки о географии пока, да? Поэтому глобальные и региональные. Третий вариант. Ну, вы поняли, что это как бы была такая затравочка, а теперь мы с вами усложним задачу. Вариант три. Даю время прочитать. Кому плохо видно, у вас на планшетах отражено? Локальный. Что значит локальный, локал? Местный. Да, небольшой масштаб. Итак, локальный. И в табличку аккуратненько заносим на ваших планшетах локальный и дополняем ее. Так, отсмотрели все, решение принято? Голосуем. Итак, локальный масштаб. Первое. Есть сторонники этого этапа? Нет. Есть. Хорошо, понял. Б. Так. В. Г. Понятно. То есть большинство все-таки за В. Давайте перелистим. Действительно, конечно же, республика Косово, которая отделилась в результате многочисленных делений некогда достаточно большой Югославии. Ну, скажите, слышал ли это название, да, Косово? Скажите, конечно, конечно. Скажите, пожалуйста, а если я сейчас вернусь на политическую карту, нашу российскую, мы увидим Косово на ней? Нет. Нет? Нет, почему? Нет. Сразу нет. Потому что его нет. Как нет? Есть. Не может. Оно же существует. Подождите, подождите. Вот, мы с вами подошли к одному очень тонкому вопросу. А вот если бы вы были представителем МИДа Сербии сейчас, то вы бы именно так бы и ответили, что это территория Сербии. Если бы вы были представителем Косово, вы бы сказали? Нет. Вы бы не просто сказали, а вы сказали, нет, даже не думайте, мы независимое государство. На наших картах Косово будет назначено нет? Нет. Нет, потому что мы не признали эту страну, понимаете? Получается, третий, на третьем этапе мы с вами сталкиваемся еще с одним очень важным процессом. Пример с глобальными СССР. Скажите, пожалуйста, признанное государство было? С другими участниками. Сначала нет, потом да. Как долго шел процесс признания? Двадцать. Меньше. Десять. Десять. С 1922 по 1934. Значит, глобальный признанное государство. Региональный объединенный Германии признанное? Потом объединенное. Признанное. Так, а вот теперь локальное. Мы сталкиваемся с понятием, он называет частично признанное государство. А, ну давайте тогда мы еще усложним задачу. Да, ну не можем так долго вращаться, чтобы... Итак. Не существует сегодня и никогда не существовало. Российская империя, Швамбране, Бакарде и Королевство Северный Судан. Поднимите, пожалуйста, руку честно. Те, кто видит на доске хотя бы одно вообще незнакомое название. Понятно? Кто видит вообще два незнакомых названия? Прекрасно. Какие, прошу вас, Министер Би? Второе и третье. Второе и третье. А кто знает, что такое швамбране? Это из произведения. Льва Кассира, конечно же, да? Это не такая чисто литературная география. Хорошо, а Бакардия? А я еще не могу. С Тивенсона кто-нибудь читал «Приключение принца Флоризеля». Он был принцем Бакардии в советском фильме. То есть это тоже придуманное государство. Я вам больше скажу, в фильме, но Бакардия и вся советская страна искала. Думаю, где же это может быть? А потом оказалось в первоисточнику, что там богемия. Просто не очень правильно перевели. То есть может быть не только литературная атернативная география, но еще и случайная. А вот Королевство Северный Судан штук достаточно интересная. Скажите, пожалуйста, есть кто-нибудь в футбольные болельщики, в футбол увлекается? Никто. Никто нет? Нет в футбольных болельщиков? Совсем? Вообще ни одного в его я попал. Скажите, пожалуйста, а тогда слышали вы, ну может быть, случайно о сборной по футболу Силэнда? Нет. А в таком стране когда-нибудь слышали Силэнда? Нет. Правда не слышали? Ну сколько? Вот вам сборная Силэнда. Она сыграла, как раз вы видите, с Сомали-Лэндом 8-0 в сухую, продула абсолютно, и еще в куче государств. Кстати, очень приятно, когда вы смотрите матчи сборной России, вспоминать про сборную Силэнда. Очень так повышается на цену. Итак, государство это действительно существует, но существует она вот в таком вот виде. Это вид территории Великобритании. На что похоже? На нефтяную платформу. На нефтяную платформу. На самом деле, это не совсем нефтяная платформа. Это, возможно, вы слышали о битве за Англию в самом начале Второй мировой войны. Оп, давайте сделаем вот так. Англия была окружена системой противовоздушной обороны и зенитными вышками. Двух типов. Вот такие на что? Ничего не в ассоциации нет? На что похоже? В Звездных войнах. В Звездных войнах такие. Помните, они где-то были за основу. И второй тип вот такие вот вышки, в частности, Тау Раф, которая стояла после войны, брошенная никому не нужная. Абсолютно пока в 1960, в конце 60-х годов. Мы будем серьезно как-то задаваться в цифры. Вот этот замечательный персонаж, звали его Рой Бейтс, не объявил эту платформу своей, назвал ее княжество Силэнта и объявил себя князем. У него была четкая задача. Он хотел разместить там пиратскую радиостанцию. То есть целью его была? Деньги. Экономическое. А за 35 лет существования... А, жене как повезло, девчонки, представляете себе? Ватс оказался княгиней. Видите, это красиво. А сын тоже оказался последним принцем. За 30 лет своего существования, эта страна, пережила два военных переворота, она пережила попытку его захвата, она пережила попытку узурпации власти, поджог платформы. Но, тем не менее, она существует на ваших экранах, на планшетиках. Видите, есть сайтик. Видно? Силэнда. Попробуйте прокрутить чуть-чуть вниз, там есть две ссылочки на сайты. Обратили внимание? Да. Надеемся, что они сработают. Давайте попробуем перейти. Получится? Да. Так, ну те, у кого получилось. Те, у кого не получилось, поверьте, у кого получилось. Обратили внимание, там два сайтика. Какие, в чем отличие? Мятежное государство. Значит, просто Силэнд и мятежное государство Силэнда. То есть, их два. Получается, что... Так, получилось. Если вы войдете на сайт, там есть вкладочка «шоп». Обратили внимание? Да. Обратилось огромное количество сувениров, но первые места занимают два сувенира. Это право покупки. Выгадайте, из чего? Плату. Нет? Гражданство. Совершенно верно. Всего 44 фунта стерлингов, и вы гражданин Силэнда. Если вы... Есть желающие стать аристократами, гражданин Силэнда? Нет, нет таких. Да, просто всего 200 фунтов стерлингов, и, в общем-то, вы князь или княгиня совершенно равны быть. Тем не менее, вы мне сейчас скажете, что существует ли это государство, на ваш взгляд? Нет. Это фактически существует. Так, кто считает, что да? Ну, так. Ваша позиция. Ну, так, это вот странный ответ. Да, почему? Как вы считаете? Ну, у каждого государства, как мы видим, есть право на ситуации, я считаю, что оно появилось, и он не имеет право. А у него... Да, прошу. Принято. Каждый государственный имеет право на осуществление самоопределения, если они способны сохранять свой свой реликет, если у них есть население и территория. Признаки государства. Да, определенные признаки государства у этого государства есть. Удивительно то, что в 97-м году обнаружило, что по миру гуляет 150 тысяч паспортов Силанга. Ни у кого из вас нет случайно? Вы так не захотели это покупать, вдруг у вас уже есть. 150 тысяч паспортов. Оказалось, что в Гонконге есть контора, которая стала штамповать эти паспорта фальшивые. К чему я этот пример? Всего три человека живут на платформе. 10 граждан официальных у Силанга, 150 тысяч паспортов. Если кому-то это нужно и вас подделывают, значит, вы существуете. Таким образом, мы выделяем еще один тип государства. В чем его отличие от ранее названных? Оно слишком маленькое. Не в этом даже дело. Оно никем не признано. Четвертый вариант, и вбиваем в табличку, непризнанные государства. Что его владело, что, собственно, двигало Бейтсом? Он хотел заработать, а вот другой персонаж, другой персонаж, надеюсь, что видео пойдет, зовут его Иремий Хиттон. Живет он в Соединенных Штатах. И в один прекрасный день своей семиолитной дочери он пообещал, что она станет принцессой. Девчонки, ты не хотел быть принцессой? Вы уже постарше, да, у вас это другие желания. Пообещал, что она будет принцессой. Что нужно, чтобы она стала принцессой? Он должен стать королем. Совершенно верно. Замечательный Иремий Хиттон неплохо учился в школе, судя по всему, и географию истории учился. И он выяснил, что существует такое место между, кто назовет два государства? Египтом и Суданом. Совершенно верно. Слышал кто-нибудь про треугольник Бертовиль? Треугольник Бертовиль. Территория площадью чуть меньше, чем современная Москва, стена очень больше, чем старая. Чистая пустыня, абсолютно каменисто-песчаная. Он выяснил, что она не принадлежит никому, потому что оба государства отказались от нее в силу определенных условий. Это так называемая терра нулис. Слышно о таком понятии? То есть ничейная земля. И он вспомнил, это география, и он вспомнил еще об одном историческом факте, что никто не отменял правила первого поселенца. То есть если вы приходите на территорию своими ногами, устанавливаете флаг и заявляете о своих правах на территорию, она ничья, то с этого момента она ваша. Что он сделал? На ваших планшетах есть его портрет. Он, пообещав дочери, заявил, что он прошел, внимание, нужная цифра, 14 часов. За 14 часов он прошел 200 километров от старта до этого Бертовилля. Там уставил свой флаг, три звездочки, папа, мама и дочь. И заявил о том, что это королевство, Северный Судан, вернулся домой. И обратите внимание, что у дочери на главе корона. Она стала принцессой. Красивая история. Что им движет? Хиттоном. Что им двигало Хиттоном? Любовь к дочери. Ну вот, как вы думаете, все ли гладко у него получилось с этим Северным Суданом? Я думаю, многие государства и соседние президенты. Все получилось гораздо проще. Кто вечно американцам малину портит? Русские. Появился злобный русский, ну, злобный, естественно, ковышка. Зовут его Дмитрий Викторович, достаточно известный бизнесмен. Что он сделал? Он заявил о своих правах, каким образом? Он объявил Хиттона жуликом. Потому что он учил в школе еще и биологию, и математику. Решите, пожалуйста, простую задачу. Он выяснил, что скорость... Сколько километров нужно было пройти? Двести. Двести. За сколько прошел Хиттон? Четырнадцать. Он посчитал, что... Он залез в Википедию. И выяснил, что верблюд может двигаться со скоростью 65 километров в час, сколько он, если ситуация сильной опасности. Но это же караван, вряд ли он ситуация опасности. А верблюд двигается со скоростью 5 километров в час. Скажите, пожалуйста, сколько ему нужно было времени, чтобы преодолеть с этой скоростью 200 километров? Двадцать. Сорок. Сорок. То есть втрое больше. Таким образом, он заявил о том, что Хиттон самозванец, приехал туда сам, установил свой собственный флаг и записал видеообращение с привязкой к GPS. То есть он точно доказал, что он был в этой точке. Он назвал его «Королевство среди деньги». А Хиттон, естественно, возмутился. Смотрите, конечно, вы смеетесь. Кажется странным. Но государство-то... Граждане есть? Есть. Территорию он занял? Территория есть. Он на ней был? Флаг, герб, гимн, все остальное присутствует. Есть даже сайт. У вас на планшетах он отразился, да, Хиттоновский? Получается, что непризнанные государства, они непризнаны миром. Но это не значит, что их нет. Они могут совершенно спокойно существовать. Ну и последний, еще один вариант, который подарен нам совершенно новым временем. Вы, наверное, сами сказали, что война является одним из главных инструментов изменения политкарты. Скажите, пожалуйста, какой войны никогда не было? А. А. Есть версия? Кто за А? Так, другие версии есть? Кто за В? В. Кто за В? Вы победили, дорогие друзья, потому что этой войны не было. А вот в адресийской войне в Антарктиде разразилась в 2009 году. И вы на вашем слайде видите там, да, ссылочку. Надеюсь, что у нас все получится. Это не хочет. Ну ладно. Видите у себя, да? Отразилось? Нет, не отразилось. Тогда давайте я сделаю еще одну. Вот таким вот образом. В 2009 году две страны, я сейчас назову их, а вы поднимите руки, если вы слышали хотя бы раз об этих странах. Финнисланд и Родезия. Не слышали, да? Не единственное. Не комплексуйте по этому поводу. Потому что это страны, которые объединились в арсоциацию микрогосударств Антарктиды. За последние 30 лет на территории Антарктиды предъявили свои права порядка 30 и даже больше микрогосударств. Кто-нибудь из вас сейчас вспомнит про договор об Антарктиде. В соответствии с ним на Антарктиде не могут претендовать ни одно государство. Эти ребята хорошо изучали в школе права. В договоре об Антарктиде не сказано ничего о частных лицах. То есть каждый из вас совершенно спокойно может претендовать. Он ничего не нарушает. Таким образом, образовалась куча государств. Две из них поделили территорию Мэри Бертна, которой они никогда не были и, возможно, никогда не будут. Но, тем не менее, разразилась действительно война. война, которая выразилась в факторских атаках на сервера друг друга. В итоге вышла из строя система транспортная юга Аргентины. После чего война закончилась, и оба государства самоликвидировались. Четвертый тип, пятый, вернее, тип государств. В табличку, если можно, подал вас объездить на слайде. Добиваем. Это государства. Как мы их назовем? Где эти государства существуют? Они есть в реальности? Нет. Нет. Где они есть? Виртуальные. Совершенно верно. Сто лет назад, да даже пятьдесят лет назад о виртуальных государствах мы даже и говорить с вами не могли. Вот теперь у меня к вам есть следующее предложение. Итак, пять вариантов изменения политической карты. У каждого из вас на столе лежит карточка. Помните, я вначале задал вам вопрос, кого из вас что-то не устраивает в вашей жизни? У каждого из вас есть имя. Вас зовут Дарья, Мария, Лев. Прекрасно, да? Посмотрите, я с вами познакомился, не буду тратить сейчас время. У вас есть возможность реально поменять имена. Появите, пожалуйста, карточки. Две-три секунды буквально. Прочитайте текст. Определите, в результате какого изменения образовалось то государство, которого с этого момента вы являетесь. И дальше, я вам дам сейчас 30 секундчик, 30 секундчик почитать. А дальше по хлопку, пожалуйста, объединитесь в пять групп. Одна группа здесь, вторая здесь, третья там, четвертая и пятая. По признаку родства государств, образовавшихся в результате одного из пяти изменений. Задача ясна? Вперед. Сможете. Сможете. 30 секунд. Значит, вы понимаете, если вы будете сейчас сидеть, то у вас что-нибудь получится. Вам нужно сейчас будет начать двигаться. В движении вы дойдете себя друг другу гораздо быстрее. Вам нужно найти такие же государства, как и вы. Определитесь, какой тип. Все, а вы можете совершенно спокойно звать себе своих. Локальные изменения раз, ищут. Ну так вам нужна объединиться. Ищите своих. Ищите своих. Вы можете совершенно спокойно звать своих. Кто вам там нужен? Чуть-чуть быстрее, пожалуйста. Вам нужно найти группу, в которой государства такие же, как у вас. Смотрите, какой тип государства. Вон ваши. А вы собирайте свои. Я глобальный. Глобальный, ищите своих. Вот здесь группа глобальный собралась. Чуть-чуть быстрее, если можно. Сложно? А как вы думали? У вас локальный. Я так понял. У вас локальный, конечно же. Ищите своих. Так, у вас то же самое. Так, группа, которая... Стоп, у нас есть уже несколько групп. Поднимите, пожалуйста, ваши карточки. Прям вся группа. Вы группа какая? Виртуальные. Виртуальные государства. Лучше всех справились. У вас... Локальные. Локальные. У вас... А, что-то у вас много локальных получилось. А, у вас локальные, частично признанные две группы. У вас... Глобальные. Глобальные изменения. Находите своих. Поднимите, пожалуйста, ваши карточки, чтобы народ понял, куда им отнестись. Ищите... А, все, получилось. Прекрасно. Можете тогда поаплодировать друг другу. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Но... АПЛОДИСМЕНТЫ Вот теперь смотрите. Друзья мои. Смотрите, что сейчас произошло. До момента, пока вы перевернули карточку, у каждого у вас было свое имя. Там, Маша, Дима, Лев и так далее. То есть у нас была одна политическая карта класса. Согласны? Дальше что произошло? У вас получились новые имена. Начался процесс появления новых государств. Дальше. Что произошло? Разные типы государств. Что вы начали искать? Похожих. Чего вы от них ждали? Чтобы они вас признали. То есть пошел процесс поиска признания. Аналогично государств. Дальше вы объединились в группу. По какому признаку? Региональному. Не региональному. А признак близости государств. И у вас возникли, пошел процесс образования межгосударственных союзов. А вот сейчас, пожалуйста, от каждой группы выйдите, пожалуйста, по одному добровольцу. По одному добровольцу. Который точно сможет указать на карте ту страну, которая расположена, которая отражена на его карточке. Ну, они же, наверное, непростая задача. Ну, мы попробуем ее выполнить. Чуть сюда сместиться, пожалуйста. Ну, давайте попробуем. Группа глобальная. Глобальные изменения. Кто от вас? Бегите сюда. Решитесь быстренько. Давай, давай, давай. Нужное время. Хорошо. И давайте по иерархии начнем. Все-таки о глобальных. Итак, глобальные. Кто от вас? Давайте. Два государства у нас. Прекрасно. Перетащите, пожалуйста, флаги ваших государств туда, где они должны быть расположены. На том месте. На карте. Так, прекрасно. Назовите вашу страну. Сейчас большая просьба сделать так, чтобы было слышно про летающую муху. Привет, мухи. Итак, первое государство. Казахстан. Ваше государство? Албания. Прошу, ваш флаг. Куда я перенести? Готовится группа регионалов. Да нет, нет, нет. Правильно, правильно. Вот же у вас. В Европу. Стоп. Внимание, скажите, пожалуйста. Эти государства. Если вы помните, в самом начале была флага с картами политическая. Их флаги были бы на политкарте? Почему? Это глобальные изменения. Президент государства. Были бы? Были бы. А регионалы группа, кто у вас? Группа регионалов. У кого? У вас? Регионалы кто? Регионалы самые несмелые. Хорошо. Непризнанные главные. Хорошо, давайте сделаем так. Давайте, потому что с регионалами тоже признанные государства, будет то же самое. Тогда непризнанные государства. Хотя бы одно разместите на вашей карте. Значит, у нас частично признанные государства. Кстати, к ним относятся и Республика Китай, и Китайская Народная Республика. Так, это ваше? Давайте, ваше государство. Назовите его и поместите, пожалуйста, на карту. У меня Сахарская Арабская Демократическая Республика. Поместите, пожалуйста, на карту. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вот если бы на карте, с которой мы начинали, Сахарская Арабская Республика отражена была? Нет. Нет. Это государство, частично признанное. То же самое, как вы понимаете, будет с непризнанными или с виртуальными. Такая же картина. Но, если мы поместим на карту, признаем существование виртуальных, У нас изменится политкарта? А если мы признаем, частично признаем, поместим? Изменится? А если мы все поместим существующие, непретендующие? Изменится. То есть, смотрите, в сознании каждого из нас, Эта карта и в создании разных государств, Она может быть очень разной. Таким образом, политические карты существовать Одновременно, может быть, достаточно много. Может быть, достаточно много. И процессы изменения на карте идут перманентно, постоянно. И если сегодня не образовалась на карте новая страна, Или не исчезла, Это не значит, что она не образуется завтра. Потому что к этому шаг, возможно, уже сегодня сделан. Кому-то уже в голову пришла идея, Что можно организовать государство здесь, там. Верните, пожалуйста, на свои места. Спасибо. Но, может быть, и еще один тип изменений. Помните, в самом начале, в самом начале Мы говорили с вами о региональных изменениях. Кто у нас был пример? Напомните мне. Региональные изменения. Пример какой? Германия. Германия. Как давно объединилась Германия? Исчезла граница? 2004. Сколько лет прошло? 20 лет. 20 с лишним лет. К 25-летию объединения Германии был снят вот этот ролик. В принципе, нам не обязательно слышать звук. Там есть очень неплохой перевод внизу. Спрашивают у западных и у восточных немцев. Замечают ли они разницу между странами, Между западными немцами и восточными? И они, да, совершенно, есть целая проблема. Оси и веси. Смотрите, прошло 25 лет. Политическая карта изменилась. Процесс изменения ее, казалось бы, закончен. Граница исчезла. Где она осталась? В сердцах. В сердцах еще. В головах у людей. Совершенно верно. И процесс изменения карты на местности или на карте и в головах у людей – это процессы, происходящие в совершенно разных временных отрезках. Таким образом, политкарта, даже изменение, если произошло, его осознание может произойти гораздо позже. И это действительно может быть реальной трагедией для людей. Давайте вспомним. Мы говорили с вами о том, что карта изменяется постоянно. Как пошел этот процесс 5000 лет назад, так он и идет, собственно, до сих пор. Вот эти изменения буквально за минуту происходящего у него спиной продолжались 5000 лет. Посмотрите, кем-то движет при образовании нового государства желание возложить дочери на голову короны. Кому-то желание обогатиться. Правильно. Кому-то желание... Усамоутвердиться. Прославиться. Кого-то интересуют ресурсы. Получается, что мы постоянно с вами живем в ситуации каких-то желаний, каких-то изменений. И если бы у физиков была возможность, у вас на планшете картинчик, который это иллюстрирует, была возможность из вот этих вот желаний и изменений, которые постоянно существуют у людей, извлекать энергию, то вопрос о существовании вечного двигателя из фантастической плоскости перешел бы абсолютно точно в реальность. В принципе, на этой такой как бы красивой ноте можно было закончить. Но пока, собственно, я готовил эту историю, появилось еще одно государство. Обратите внимание, на планшетах у вас отражено. Называется оно? Либерленд. Оно образовалось ДНТ Дуная. В прошлом году тоже есть флаг, ГЕП, все замечательно. И вот 22 января они просили у администрации США признать их. Это, естественно, попало в новости. И, естественно, под новостью комментарии. Вот два комментария, прочитайте их, пожалуйста. Что вас так разнеслило? Прочитайте, пожалуйста, громко. У меня шесть соток, что делать? То есть скоро каждый из своих десяти соток будет делать непризнанные государства, а у меня всего шесть. И что мне делать? У каждого из вас, когда вы приходите в школу, тоже есть своя собственная политическая карта. Вы ее видите каждый день. Это расписание уроков. Есть границы географии. Есть границы физики. Есть границы математики. Между ними перемена. Нечейная земля, дьюти-фри, можно шоколадку слопать спокойно. Но мы с ним обычно в рамках вот этих самых границ предметов. Скажите, пожалуйста, вот сегодня какие предметы мы затронули в нашем разговоре? География. История. Физика. Общество знания. Экономику чуть-чуть. История. Даже математика чуть-чуть мелькнула и биология. А? Конечно, можно. Право. Совершенно верно. Получалась такая штука. Зато мы изучили некую проблему, некий вопрос. Рассмотрели его с самых разных сторон. Вне рамок одного предмета. Вне границ. Так вот, если бы в сегодняшнем глобальном мире, вообще в любом мире, вообще в мире, границ между предметами, как и трой, не существует. И если мы сможем в своем сознании вот эти границы предметов, которые мы изучаем, чуть-чуть, не то чтобы совсем убрать, конечно же, а чуть-чуть сместить и проникнуть из одного предмета в другой, тогда мы сможем увидеть мир немножечко иным. И, возможно, таким, как он есть на самом деле. И чем больше у вас будет возможностей увидеть этот мир вот таким вот другим, посмотреть на него под другим углом, тем, я думаю, как минимум более интересно вам выйдет жить в мире, в котором мы живем. Спасибо. Извините, если долго. Спасибо. Спасибо.